Притча «Лев, рождённый в клетке», час третья, возвращение в зоопарк. На свободе ты прожил уже долго. Ты больше не смотришь через своё плечо. Ты бесстрашен и агрессивен. Ты, наконец-то, не только выглядишь, но и ведёшь себя как лев. Ты с решившими возвратиться с тобой в зоопарк львами назначили дату и готовитесь к длинной дороге. Теперь ты уже выступаешь в роли учителя, потому что ты родился в неволе и знаешь все входы и выходы. И вот он, назначенный день. Ты переживаешь, как всё будет происходить. Ты не спал всю ночь, продумывая всё наперёд. Львы успокоили тебя, сказав, что это не первая кровавая битва в их жизни. Вы двинулись в путь. Когда вы подходили к своему старому зоопарку, ты был очень рад, что с тобой рядом теперь находились настоящие друзья, которые любили тебя. Это были те львы, которые приняли и обучили. Да, вас было немного, но вас боялись все. Подходя к зоопарку, ты заметил у главного входа свою фотографию, под которой с жирным шрифтом было написано «Особо опасен держаться подальше при появлении сообщить в администрации». Ты подумал, интересно, за что и почему. Тебя как будто ждали здесь. Зайдя в главные ворота зоопарка, ты наткнулся на группу дрессировщиков, но в этот раз ты заметил то, чего ты не видел никогда. Все дрессировщики были в паническом страхе, потому что у них не было контроля над тобой. И в этот раз они не могли предсказать, что ты сейчас сделаешь. И поэтому все они бросились в рассыпную. Ты вместе со львами, подбежав к клеткам, со властью и гневом, начали срывать цепи, веревки и замки, которые держали клетки закрытыми. Ты вышел на видное место, с которого весь зоопарк мог не только тебя слышать, но и видеть. Ты начал кричать и говорить всю правду. Не только о свободе, но и о садистах-трессировщиках, которые только прикидываются любящими, но внутри они все звери. Ты кричал и рассказывал всем, как живут их друзья и родственники на свободе. Ты говорил им, что поможешь начать новую жизнь, что они больше не будут жить в страхе и под контролем дрессировщиков, которые делают с ними все, что захотят. Ты кричал всю правду о дрессировщиках и об их жесточайших методах и пытках. И вдруг раздался выстрел. Дрессировщики вернулись, но уже не с током и дротиками, а с огнестрельным оружием. Они начали стрелять на повал. И вдруг ты понял, что для дрессировщиков свобода — это смерть, потому что зоопарка больше не будет. И сейчас они просто сражаются за свое существование. Во время перестрелки начал царить хаос. Ты обратил внимание, что двух твоих самых близких друзей уже не было в живых. Они лежали возле клеток в крови. Прямо там ты начал реветь и стенать. И даже пожалел, что не смог их остановить от желания идти с тобой. Увидев эту картину, ты захотел остановиться и уйти. Но потом что-то внутри тебя проговорило, что цена уже уплочена, и она слишком велика, чтобы остановиться. Твои погибшие друзья от рук дрессировщиков — свидетельство тому, что ты должен делать. Когда ты увидел кровавую картину, в твоем сердце сделал решение посвятить всю жизнь тому, чтобы разрушить как можно больше зоопарков и рассказать всем о свободе, ты вместе со свободными львами открыли все клетки. Но вы не могли поверить своим глазам, что вы увидели после этого. Множество зверей выбежало на свободу, и от всего сердца благодарили вас. Но была масса других зверей, которые проклинали вас за то, что вы сделали зоопарком. Двери во всех клетках были открыты, но они не захотели выйти из них. Они родились в них, и другой жизни не знали и не хотели. Ты стоял в шоке от увиденного. Вместо того, чтобы благодарить тех, кто положил свои жизни, освобождая их, на вас сыпались проклятия. И даже некоторые звери стали нападать на вас, выгоняя из зоопарка. И тогда ты понял, что из зоопарка невозможно освободить всех. Не потому, что у тебя нет сил или возможностей, а потому, что там всегда будут те, кто никогда оттуда выйти не захотят. Тогда ты подумал, кому все это нужно, рисковать своей жизнью и жизнью своих друзей. Но ты вспомнил себя в неволе и то, что внутри тебя говорило, что даже ради одного, освобожденного на свободу, стоит отдать даже свою жизнь. Там, посреди этой страшной картины, где лежали твои друзья, стреляли дрессировщики, и одни звери кричали «Пошел вон!», а другие «Спасибо!». И там, у трупов своих близких друзей, которых у тебя даже нет времени оплакать, ты поклялся, что именно этим ты будешь заниматься всю свою жизнь. Ты не будешь обращать внимания на похвалу или проклятия. Твоей наградой будут выпущены на свободу и жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok